Ну что, какие планы на выходные? Да в танке рубиться буду. На дачу. Рассада уже заждалась. А я сериал досмотрю. А я на маникюр записалась. Ребята, притормозите. Сегодня ж четверг ещё. А пятница! А пятница завтра. Давайте дождёмся её вместе. Всё, что занимало ваши мысли на этой неделе. Всё, о чём писали, но вы забыли прочитать в СМИ. Ваши жалобы, предложения и комментарии. Прямо сейчас в проекте «Завтра пятница». Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это Радио России Псков. Проект «Завтра пятница». Ты знал, что «Завтра пятница»? Ну как же я мог не знать, что «Завтра пятница»? Ведь пятницу ждёшь как никогда. Как четверг, только чуть-чуть получше. Чуть-чуть получше, да. В студии, кто не понял, кто не услышал, Александр Робин. И Игорь Данилов. И наш коллега буквально бежит, бежит стремиться с важными новостями, которые мы сегодня будем обсуждать, с новостями, которые случились с нами за эту прошедшую неделю. Их было очень много. И в первую очередь, уважаемые радиослушатели, мы просим присоединиться и вас к разговору. Конечно, если вам есть что сказать, есть чем поделиться, то присоединяйтесь по номеру нашего прямого эфира 62-80-30. Если вы предпочитаете различные мессенджеры, то наш WhatsApp-номер к вашим услугам. Плюс семь девятьсот ровно, девять девять три, ноль один, ноль пять. Всё, что у вас случилось. Хорошего, интересного, наболевшего. Ждём. Да, звоните, рассказывайте. Мы пока поделимся личными впечатлениями, со что тебя вот взволновало на этой неделе лично. Может быть, не знаю, что-то случилось. Может быть, пять рублей потерял где-то. Нет, случилось-то ничего особенного. Возволновал немножко дождь. Такую тревогу посеял, потому что все уже настроились на жару, закупились летними вещами, и тут пошёл дождь. То есть ты метеозависимый, да? Сто процентов. Как будто бы тебе уже за сорок. Сто процентов я метеозависимый. А прилетел с важными новостями. Виталик, Виталик, что тебя беспокоило всю эту неделю? Да, здравствуйте, дорогие друзья. Я очень соскучился по эфиру. Что меня заботило предыдущие две недели? Рыбалка, скорее всего. Да, я был в отпуске. Давайте начнём с того, что в начале этой недели я вышел из отпуска. А, и это тебя и заботило, что отпуск-то закончился. Ну да, конечно. А ещё немного заботили фейки. Потому что моя жена где-то прочитала, что якобы учебный год в этом году не начнётся. Так сам же... Жене в какой класс надо идти? Нет, дело в том, что нашей дочке предстоит идти в первый класс. Как раз первого сентября. Поэтому понятно, почему этот вопрос её и меня волнует. В общем, она где-то выучилась, что будет дистанционное у нас обещание с первого сентября. И вот этот вопрос действительно её волнует. Она меня допрашивает, ну, слышал ли что-нибудь. Я говорю, да нет, это фейки. Это ерунда. Даже сам министр говорит о том, что все сядут за парты, как положено, первого сентября. И в Инстаграме Михаил Юрьевич Ведерников опубликовал, ответив на вопрос одной псковички, что готовьтесь, конечно же, к первому сентября. Покупайте обувь, костюмы. Что сейчас покупают к школе? Первое сентября, оно незыблемо. И поэтому первое сентября, я думаю, что все стопроцентно пойдут, кто в первый класс, кто в одиннадцатый. Кто куда хочет, в общем. Да, ну там можно будет выбрать. Да, есть выбор. Думаешь, моей дочке можно сразу в одиннадцатый? А это зависит от того, какие у него умения, навыки. Договоримся. Несомненно, важная новость, которая будоражила не только Псков, Псковскую область, но и вообще всю страну и даже за рубежи. Мне писали мои друзья, звонили, отчитывались. Сейчас скажу, о чем, естественно, об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Немножко статистики для тех, кто... Для тех, кто не слышал новости перед нами. Да, ну вдруг у вас вы включаете только шоу «Завтра пятница», вот и все. Расскажем. Итак, результаты голосования за поправки в Конституцию 77... В регионе, в нашем, да? Нет, это все в России. Да, общероссийском. 77,92% против 21,27%. Явка конкретно в Псковской области составила выше 50%, и у нас... 56, по-моему, да. 56, да. И у нас... А общероссийская явка выше, заметьте. Там, поэтому сейчас с процентами задачка какая-то, порядка 65%. И у нас общие результаты, ну, немножко выше, чем общероссийские. Чуть больше 78% за и 20,59% против. Ну, давайте так. Вообще Псковская область оказалась на втором месте среди регионов Северо-Запада по проценту тех, кто проголосовал за поправки. А медаль дают за это какую-то? Ну, серебряная, да, такая же? По-любому. Огромная будет висеть на въезде в город. Вот, на первом месте Ленинградская область, на третьем Санкт-Петербург. Так что мы... На четвертом Калининград, да? Да, выступили в 8 смысле неплохо. Я не следил, меня поразил быстренько скажут тот факт, что именно по Пскову только 43%. Что 43%? Вот проголосовавших за... 56, а, 78. Попскову, 78. Это по области. Нет, Псков отстал, действительно, от области ЦИЛ, но это всегда происходит на наших выборах. Псковская область, она такая особенная. Ребята, мы не будем вдаваться в дебри все-таки, да, вот... Все-таки завтра пятница. Да, понятно, да. Я просто хотел спросить, а вы-то где голосовали? Здесь. Вчера или предыдущие дни? Вчера, я в предыдущие дни не мог, я работал, я ходил вчера, после работы я успел. Ну, участки где-то... Ну, какой избирательный участок, расскажи, как там было. Номер 63, по-моему, он. Так, где он находится? Это школа номер 4, наверное, на улице Коммунальной. Слушайте, все, как и описывали, то есть люди тебя встречают в халате. Температуру померили? Мне померили, да. Некоторым, говорят, по три раза мерили. Ну, удостовериться, чтобы сто процентов. Маска у меня была своя, выдали ручку. Одноразовую. Она до сих пор пишет. Вот, выдали, перчатки не выдали, но побрызгали антисептиком руки. Все, я вытер ноги об коврик и пошел, собственно. Да, именно такая процедура была в этом году. Получил бюллетень, проголосовал, засунул бюллетень итоговый в КАИП и ушел домой. Заняло буквально, ну, полторы минуты. Прекрасно, очереди, ну, никакой не было. Нет, нет, никаких очередей. Как у вас прошло, расскажите, вообще, вдруг кто-то не ходил. Нет, я тоже ходил, причем ходил именно первого числа, потому как, так как человек старой закалки, можно сказать, вот эти пять дней. Серьезно? Да, да, я это понял. Все те, кто ходил голосовать первого числа, это люди старой закалки, потому что для них странно принимать голосование до. Вот есть единый день, вот тогда и пойду. Вот тогда больше можно прочувствовать этот гражданский долг, про который в последнее время все говорят. А в остальном, я думаю, что ты идеально описал макет, да, любого человека, который приходил на выборы. Макет человека. Слушай, ну, у меня было немножко по-другому. Ты голосовал в Апочке, да? Да, слава богу, что были вот эти предыдущие шесть дней до основного дня голосования, поскольку я вообще не люблю брать открепительное удостоверение, ну, не получается у меня приехать, сходить в администрацию, получить в избирком там и так далее. Вот, если бы не эти предыдущие дни, я бы, наверное, не смог проголосовать, поскольку, ну, я уже вышел на работу, да, 1 июля, рабочий день, но голосовать надо по месту прописки, это Апочский район, мне туда ехать несподручно. Поэтому в пятницу предыдущую, да, то есть на той неделе, которая была, когда я был в отпуске еще, к нам пришли комиссия, то есть выездная бригада участкового избирателя комиссии в деревню. Нет, я договорился, что мои родители все-таки пожилые, они не хотели идти на участок, я говорю, ну, приедьте, пожалуйста, сделайте доброе дело, да, и я проголосую заодно. А они появились под музыку? Та-да-да, дантель, комиссия. Нет, приехала черная машина, то есть вышли люди в белых халатах. Ну, я испугался. Я-то знал, кто это. Ну, и, собственно, с ящиком, с ящиком, где написано выбор Российской Федерации. Вот, проголосал я в беседке своей. А, то есть вообще в отличие, да, ну, понятно, что все то же самое, как чай пил, так и продолжил. Не-не, все нормально, понятно, что выдали вот эти все пакеты, все ручки, все маски. Они были в экранах защитных, эти люди, которые к нам пришли. Ну, и, соответственно, мы засунули это все в черный ящик, три бюллетеня, соответственно, отец, мать и я. Вот, проголосовали. Точнее, мой бюллетень туда опускала дочка. Поэтому я ей это позволил. Какие-то жественные моменты запечатлели. Да, ну, запечатлел в Инстаграме, кому интересно посмотреть. Поэтому, ну, на самом деле у меня нет каких-то претензий. Все, в принципе, нормально, лояльно. И мне сказали вот те, кто вот участвовал в выездном выезде ко мне, что очень много людей проголосовало уже на тот момент. Это был, ну, какой, второй, по-моему, день голосования. Там, ну, чуть ли не половина уже всех избирателей деревни проголосовало. Ну, вторая половина едет. Вообще, деревенские, они такие, легкие на подъем. Быстренько скажу о том, что, не знаю, почему ты голосовал в опочке. Я тоже голосовал не по своему участку. Просто пришел на другой участок, который мне был ближе, написал там заявление, они связались с моим участком и проголосовал там, где мне удобно. Все. Так, а ты, ну, приходил когда? Первого числа я просто пришел, не на свой участок, написал там заявление, что хочу у вас. Они позвонили в мой, где я должен был. В общем, это все было максимально просто. Ну, в общем, давайте с этой темой уже заканчивать. Давайте. Все понятно, все просто. Давайте переходим к... Поздравляем вас с новой конституцией. Давайте. Кстати, да. Ко второй важной теме переходим. Не поздравляю. Важная тема на этой неделе. Псков, а и Псковская область в целом, естественно, посетил руководитель фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель совета ОНО возрождения объектов культурного наследия Сергей Степашин и генеральный директор фонда ЖКХ Константин Цицын. Фонд содействия реформирования ЖКХ, если правильно его расшифровывать. И, в общем, они обсуждали вопрос о том, как идет процесс переселения из ветхого жилья и расселения вот этого ветхого жилого фонда. Да ты спец, да, в этой теме. Да какой я спец, ну что ты. Жилой блок. Нет, ну, то, что нам заявили, да, и губернатор об этом докладывал, что программа перевыполнена в регионе на 141%. И до 2025 года планируется расселить еще 200 аварийных домов. Это много или мало? Ну, это прилично. Это неплохие темпы. 42 тысячи квадратов. Это много или мало? У таких? Да, если вспомнить как-то, ну, не знаю, лет 10 назад, когда там расселялось по несколько домов. Ну, да, да, да. Ну, да, это темпы очень неплохие. То есть 200 аварийных домов. Но, видимо, услышав об этом, об этом визите, к нам на WhatsApp пришло видео сегодня от людей, которые проживают в доме на улице Тениста в Великих Луках, 31, которые говорят, что их дом тоже должен быть признан ветхим, но его никто не признает. И вот, собственно, мы сейчас связались с жительницей улицы Тениста, 31, Людмилой. Людмила, слышите ли вы нас? Да, слышу. Здравствуйте, Людмила. Людмила, расскажите, пожалуйста, все-таки, что это за дом и почему он должен быть расселен, по вашему мнению? Ну, раньше, так называемая, это голубая дивизия была, да? То есть 8 лет назад... Подождите, голубая дивизия – это испанское формирование, насколько я понимаю, СС. Ну, так назывались дома эти, голубая дивизия были бараки. Такие, да, неважно. Бараки, да. Для строителей строилось как временное жилье для работников Траффер Ига-Москва. То есть они сами это все строили. То есть бараки эти снесли, нас попросили пару лет подождать, что нас тоже перенесут. Потому что в нашем доме плит перекрытия нет, фундамента нет. А на чем он стоит, подождите, если не на фундаменте? А вот так вот, и я даже не знаю, на чем он стоит. Просто стены и земля. На честном слое, видимо. Да, мы отбираем плинтус, сюда просто рука в подвал пролазит. У нас документы есть. А 100% с 2018 года изношенности канализации мы мучаемся по два раза в день, вызываем аварийную службу. Куда идет это все с канализацией, мы не знаем, потому что в колодце это все не идет. 100% изношенность проводки, крыши. Это все документы есть. Все документы есть? Носили ли вы эти документы в администрации, чтобы дом признали аварийным? Администрация не хочет ничего. Они друг на друга все спихивают. Мне в администрации города заявляли, что документов от вас они не получали. Знаете, в прошлом году к нам приезжали с администрации, давали нам бумажку и уточняли, согласны ли мы на переселение. Мы писали даже словами, что мы согласны на переселение. Писали, расписывали. В этом году, как у Власова или Власюк, не помню я. Власюк, так. Да. Мы сейчас с ним будем связываться как раз, да? Это заместитель главы администрации Великий Фук. Он приехал в этом году и нам сказал, какое вам переселение. У меня от вас документы есть, потому что вы отказались от переселения. В этот же день бабулечки поехали, больные к нему на прием. И что? Он сказал, я такого не говорил. Хотя администрация нам придет... Вообще Великий Луки, я вам скажу, передовик по переселению жилья. Да, но только мы боремся с этим уже очень много лет. У нас только отписок, Стабскова. Я понимаю. И рядом с вами, кстати, строят новый медицинский центр. Да, мы не спим. Это, во-первых, детям теперь не выйти погулять. Заняли нашу детскую площадку. Мы понаставили штыри этих арматур, ленты красной затянули. Дети боятся выйти. Это же временные меры, вы понимаете? Как иначе-то? Это понятно. Это плюс дополнение уже крик души. Мы не знаем, куда обращаться. Последняя капля. Да, написала на Ведернику у нас. Я с вами была Вапсков сегодня. Нам сказали... Людмила, Людмила, вот мы сейчас буквально с вами расстанемся и попробуем связаться с заместителем главы администрации Великих Лук Юрием Власиком, чтобы понять, собственно, ну, что действительно происходит с этим домом. Да, Людмила, вы, главное, не отключайте радиоприемник. Мы прямо сейчас спросим буквально. Это займет, ну, две минуты, пока мы договорим. В общем, вкратце. Конечно. Сочтят такие испуганные глаза. Я просто вообще в шоке от истории, да. Нет, вообще такие дома, они в каждом районном центре, наверное, есть. Дому 50 лет. Это не так уж и много по меркам даже хрущевки обычной. Ну да. Если он без фундамента 50 лет держится, то тут архитекторам поаплодировать можно. Слушайте, но если дом не рассыпается, с другой стороны, нет трещин. Нет, если все документы по всем документам признаны аварийным жильем. Ну, то есть, да, износ проводки 100%. Все же нам сейчас объяснили. Канализация 100%. Канализация и так далее. Это все, это уже 100% звоночек, что дом должен быть аварийным. Давайте узнаем. А вот и звоночек. Звоночек Юрия Ивановича Власюку мы сделали, дозвонились. Это заместитель главы администрации Великих Лук. Здравствуйте, Юрий Иванович. Здравствуйте, Юрий Иванович. Да, добрый день. Юрий Иванович, вот только что беседовали с Людмилой с улицы Тенистой, 31, которая жаловалась, что, дескать, документы они все собрали. А дом не признают аварийным? И ходили к вам несколько раз, а вы им отворот-поворот? Они были у меня на прошлой неделе. Значит, документы на признание дома ветхого аварийного в администрацию города не поступали. Но поступали документы, действительно, протокол собственников на квартиру жилого дома, датированный 25 июня 2019 года, о том, что перенести срок капитального ремонта на более краткие сроки. Побыстрее? Да, быстрее. То есть шла речь не о переселении, а о капитальном ремонте? Да, протокол этот у меня есть на руках, он есть у фонда капитального ремонта. Может быть, люди не поняли, что подписывают тогда, я не знаю. Вот они, как Людмила утверждает, что они что-то подписывали. Подписывали согласие на переселение, как она говорит. Люди подписывали согласие, протокол, на то, чтобы перенести сроки капитального ремонта на более ранние сроки. В этом году будет выполнен капитальный ремонт кровли, уже разыгран подрядчик, это будет ООО «Комфорт». Срок контракта до 15 октября подрядчик, который сегодня приходил в администрацию, согласовывал цвет крыши металлочерепицы. Какой, кстати, цвет? Ну, это комитет архитектуры согласовывал, я пока сказать не могу, но я знаю, что... Голубой. Да, видимо. Как только он заключит контракт, получит аванс, он приступит к приобретению материала. Так, понятно. Смотри, с канализацией там еще проблемы, по-моему. Да, и с проводкой, стопроцентный износ нам только что Людмила рассказала. Значит, по канализации, значит, тоже контракт есть, это фирма-созидатель, тоже город Великие Луки. Хорошая фирма, видимо. Да-да, рядом с этим домом сейчас строится многофункциональный медицинский центр. Вот, в рамках этого многофункционального медицинского центра будет в городе Великие Луки построена канализация, а также будет построена поведительная станция водоснабжения. Так. Этот дом, помимо капитального ремонта кровли, значит, будет выполнено подключение к централизованному водоснабжению и централизованному канализационному отведению. Слушайте, это неплохо. Да, я хочу сразу сказать, что дом кирпичный, 70-го года, ну вот. Без фундамента. Без фундамента, да. Замечу. Без фундамента, замечу. Говорят, нет, фундамента, Юрий Иванович. Как в доме без фундамента-то жить? Ну, давайте так, если бы дом был без фундамента, наверное, кирпичный дом бы не простоял бы, сколько, 50 лет, да, уже получается. Слушайте, у нас хрущевки тоже рассчитывались лет на 20, по-моему. Ну, они с фундаментом. Ну, в общем, знаете... Давайте так, смотрите, мы, я на прошлой неделе с людьми встречался, когда началась стройка, люди попросили встретиться. Я приехал сам к ним, это был выходной день, я пригласил их в администрацию, хотя, как вы знаете, в администрации запрещены приемы, да, с этим видом личный. Я сказал, что я пойду на этот риск, я вас соберу всех у себя, удобно для вас время. Я им сказал, что я готов. Город Великий Лути уже переселил 160 домов. Да, да, прилично. Давайте еще один включим. Так, без проблем. В этом году я сейчас в течение, вот в июле месяца я объявляю сейчас конкурс на приобретение квартир. И в сентябре еще, у меня там по следующему этапу. Я сказал, что мы готовы, в городе Великий Лути интересно программа переселения. Это федеральные средства, а мы развиваем рынок строительства. Я вас понимаю, но улица Тениста 31 туда войдет, в эту программу? Нет, потому что у меня на сегодняшний день... Там капремонт. Послушайте, у меня на сегодняшний день нет, значит, межведомственного заключения о том, что дом признан аварийным. Пока дом не признается аварийным, программа переселения вставляет его в неделю. А с капитальным ремонтом его не признают аварийным теперь уже? Почему? Если сделают капремонт. Все возможно, то есть. Давайте так, они люди что говорят? ЖКХ такая штуковина. Нет, нет, давайте так. Люди действительно говорят, что они неоднократно вызывали специализированную организацию, которая делает инструментальное обследование дома. Экспертизу, да? Экспертизу, да. Без нее просто не подашь документы на межвед, если не будет заключения о том, что есть основание. Я не говорю, что неоднократно специализированные организации отказались на признание дома в ветхую арену ввиду отсутствия, значит, обоснования. Понятно. Юрий Иванович, да, спасибо большое. Ваше мнение понятно. Но я вот еще раз все-таки хочу сакцентировать. Может быть, даете еще раз туда и объясните это все жителям, пожалуйста. Да, и Людмила, которая нас сейчас слушает, может быть, тоже как-то состыкуйтесь. Смотрите, завтра принято мной решение. Завтра у ЖКХ развесит объявление для, собственно, на подъезда с управляющей компанией. В четверг мы во дворой территории, в четверг, в следующей неделе, проведем большое собрание представителей администрации, жителей этого дома. Вот, это замечательно. Большое спасибо. Это было принято еще до вас. Хорошо, мы будем следить за этой ситуацией. Спасибо большое, Игорь Иванович. Спасибо за разговор. Продолжаем. У нас еще очень много тем, которые нужно обсудить. Давайте ускоряемся. Да, еще одна важная тема, ребят, которая произошла. Давайте скажем, что можно нам позвонить. И написать. 62-80-30. Туда звонить. Написать в нашу группу ВКонтакте, Радио России. Псков, заходите. И на наш WhatsApp номер. Да, 8-900-ровно, 9-9-3-0-1-0-5. Ждем ваших сообщений, любых моментов, которые у вас волнует. Может, вас тоже жилье волнует, кто знает. Мы сразу решим. Напрямую. Да, мы позвоним тем, кто решает, по крайней мере. И в четверг будет собрание. Если телефон будет, то позвоним. Обязательно. Да, собственно, ребят, следующая тема, которая... 1 июля. Что 1 июля? Вчера было. Семьянская часть ограничений произошла. Да, друзья, по результатам Оперштаба, который прошел в минувшую пятницу, с 1 июля отменена обязательно самоизоляция для людей старше 65-ти и беременных. Так же отменена двухнедельная изоляция для приезжих из других регионов. Вот интересно, если 30 июня приехал, еще 14 дней сидя. 1 июля уже все. Да, вот это магия. Ты подъезжаешь к Сковской области, и у тебя 8 часов вечера 30-го. Ты подождал. 12.01, все, газ в пол. Стоишь в поезде. Собственно, возобновляют работу спортивные клубы и фитнес-клубы с заполняемостью 50%. Обидно, не работают все еще бассейны. Лично мне обидно. Да? Да, я туда хожу. По мне не видно, но хожу. Озера. Что озера? Используй озера для плавания. Там очень много людей сейчас делают. Ну, всего, скажем, всего три пляжа в Сковской области сертифицированы. Вот. Там уже занято, получается, их всего три. Я этого не говорил. Также открывают свою работу музеи. Известно, что открывают свою работу и церкви. Сегодня объявила Псковская митрополия. Ну, в музее до пяти человек, по-моему, экскурсия разрешена. На улице до десяти, а внутри до пяти. Да. Также... Не знаю, было ли у них раньше больше. Не менее радостная новость. Наконец-то открылись некоторые бары и рестораны нашего, не только нашего города. Я видел сразу же в первый же день, как в Печорах открылся. Там, где летняя веранда есть. Где есть летняя веранда. Знаете, как поступили в Печорах, очень интересно. Один день мы туда приехали, ничего не было. А второй, на следующий день приехали, когда узнали, что все это отменило. Просто четыре стола вытащили на улицу перед входом. И все, это вот летняя веранда. Но я очень рад, что они открылись. Давайте погадаем. Завтра состоится новый оперштаб. Вот какие ограничения нужно еще отменить? Вот с чего вы ждете? Бассейн. Я же выглядел. Вообще, в инстаграме губернатора люди задавали вопрос, а когда разрешат детские аттракционы? Откроют. А дети писали или взрослые? Интересно. Губернатор сказал, что в ближайшее время не разрешат. Ну, может быть, как раз завтра возьмут и решат, что разрешат. 24 июля, по слухам, разрешат свободно гулять несовершеннолетним, одним, без сопровождения родителей. Вот сейчас нельзя. Вопрос аттракционов отпадет сам собой тогда. Просто можно гулять. Можно гулять и хорошо. А вообще, в кафешку вот прийти не в летнюю, а просто внутри посидеть, кто любит? Так хорошая погода, плюс 25 на улице. Зачем сидеть в помещении, когда можно... А, дождь. Что? Какой дождь? Не будет дождь? Солнце. Я думаю, что просто народ уже от этого отвык, и посидеть в кафе. И посидеть в кафе будет уже для многих такой прям роскошью. Как раз эту тему мы сейчас и обсудим с ресторатором. Да, с известностью. С Андреем Юрьевичем Филатом. Андрей Юрьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Андрей Юрьевич, как на вас коронавирус-то сказался? Расскажите, и что-то открыто у вас, у вас, да, из вашего. Ну, знаете, коронавирус, ну, наверное, повлиял на нашу отрасль, на нас сильнее всех, потому что мы до сих пор не работаем. И то, что открыто террасы, это благодаря, вопреки. Потому что открытие террасы только в третьей части, ну, в ослаблении по коронавирусу. И благодаря тому, что губернатор услышал, то есть я выступал на экономическом штабе и говорил о том, что отрасль может спасить тебя только сама. Поэтому открыли веранды. Но, честно, очень хочется, чтобы мы были все-таки как Москва и не затягивали это дело. Потому что веранды – это частичное послабление, но не экономическая благодать. Потому что предприятия начинают работать, выходят люди на работу. И, соответственно, заработная плата просто убьет работающие предприятия. — Ну, подожди, ну какой процент кафе и ресторанов имеет летние веранды у нас? Вот можно так прикинуть? — У нас сейчас около 20 открылось, да, при том, что предприятие в городе Пскове порядка 70. — О, ну да. — Так это меньше половины. — Да. — Не, не половина, 20. Их еще не все открылись, потому что… — Меньше одной трети даже. — Это технически происходит в течение там нескольких недель. Люди все-таки собирают, привозят мебель, собирают, но, как пример, парус, он еще до не запустился, хотя, в общем-то, разрешение получено. И короткий сезон в этом году, конечно, не даст никакой экономики, потому что обычно терраса спасала людей в жаркую погоду, но никто не сидит в холодной. — Скажите, Андрей Юрьевич, а вот все-таки, если ситуация продолжится вот такая негативная, да, не откроется, вот как это повлияет на деятельность наших кафе, на собственников? Много, многие ли могут обанкротиться по итогам этого сезона? — Ну, давайте говорить о том, что в нашей компании пять предприятий, ну, уже утрачены в городе, два из них входили в топ туристических ценностей города Пскова, поэтому я считаю, что это не так просто, это кажется обывателям, что вот открыть кафе и закрыть эта фигня-тость. И потрачена масса денег, сил, и самые главные люди, которые сегодня вот не получают работу в отрасли, да, то есть они уже ушли в другие, и сегодня самая большая катастрофа — это отсутствие, ну, скажем так, активного персонала, тот, который не сидел на маленькую зарплату, когда откроется, который ушел в другие отрасли, и обидно, многие хорошие повара уже больше не вернутся. — И заново надо будет, да, потом колотить команду и всех воспитывать? — Зато все похудеем, Андрей Юрьевич. — Вы не понимаете, что люди хорошие ушли, вы будете хуже есть. — А, вот. Ну, слушайте, Андрей Юрьевич, будем надеяться, что по результатам оперштаба, который пройдет уже завтра, еще больше будет разрешено? — Вы понимаете, я вот честно... — А у меня жена хорошо готовит. — Я молюсь на наш Роспотребнадзор, потому что он сегодня у нас во главе страны, и он правит балом. На самом деле, Общепит как единственная организация, которая всегда подчиняется Роспотребнадзору и всегда им контролирует, и благодаря ему Общепит и Роспотребнадзору... — Будем надеяться, Александр Нестерок вас сейчас услышал, и завтра что-то изменится. Спасибо большое. — Я молюсь, я буду вам благодарен, если что-то изменится. — Посмотрим, узнаем завтра. Спасибо, Андрей Юрьевич. — Спасибо, спасибо за разговор. — Да, ну, будем надеяться. — Будем надеяться. Меня просто еще интересовало, вот когда открылись эти летние веранды, народ ломанулся туда, или все-таки нефть и пошел? — Да, да. Слушайте, мне рассказывали, как это произошло в Санкт-Петербурге. Говорят, что это был настоящий праздник. То есть, как только разрешили работать летним верандом... — Мини-день города, да? — Мини-день города. На Невском проспекте просто не протолкнуться. Люди радовались, веселились. Наконец-то можно постоять на улице, пообщаться, что-то заказать, а не самому себе готовить. — Давайте про таблетку поговорим. — Возьми, пожалуйста, там суп. — Передай. — Итак, сессия Городской Думы состоялась. — Что у нас с таблеткой? — Во вторник. Где было принято решение о том, что знаменитую таблетку, так ее называют псковичи, в городском парке культуры и отдыха, это за памятником Пушкину и няне, кто забыл? — Если еще точнее, за каруселькой вот такой вот. — Там еще проходили дискотеки для тех, кому за. — Вот, началось. — Так вот, ее передают под театр кукол. — Вот смотрите, как интересно. Была дискотека для тех, кому за, а сейчас будет для самых маленьких. — Для тех, кому до. — Для тех, кому до, да. — Ну, слушайте, хорошо это или плохо? Ваше мнение? — Вообще, этот вопрос обсуждается уже полгода где-то примерно. Даже наши коллеги из телевидения делали сюжет, я напоминаю. И, в общем-то, конечно, работники парка культуры и отдыха были недовольны, которые работали в этой таблетке, потому что в таблетке хранятся разные полезные вещи, баннеры и так далее. Все, что используется в том числе в УГХ и городской администрации. Там для каких-то культурных мероприятий. Да. Ну вот мы пытаемся сейчас связаться с директором муниципального предприятия «Городской парк культуры и отдыха» Евгением Шелембой, чтобы он нам рассказал о своем мнении. — Уже на связи, уже на связи. — Да, Евгений Васильевич, слышите ли вы нас? — Да. — Евгений Васильевич, ну вот вас поздравить или поскорбить вместе с вами по поводу потери таблетки? — Слушайте, ну, тут, как сказать-то, уже решение принято. Решение принято муниципальным образованием городского лица депутатов городской думы принято решение о ее передаче. Мое мнение, в принципе, не изменилось. Я считаю это неправильным решением. Я считаю, что город потеряет из-за этого. — А что потеряет город? Расскажите, вот для чего таблетка сейчас используется? Вот как веники, да, Игорь тут сказал, хранятся. Что там хранится сейчас? — Ну, смотрите, там хранится, даже не важно, что там хранится, на самом деле она эксплуатируется по своему функциональному назначению. — Ну, я знаю, что туда ходят пенсионеры заниматься танцами, по-моему. Что-то клуб у них по интересам, да, там есть? — Ну, первое, это материально-техническая база для обслуживания аттракционов и всех городских, общегородских мероприятий, в котором парк принимал участие. А парк существует с 51-го года, в примерно нынешнем состоянии, как организация. То есть там форма менялась в собственности, но как образование с 51-го года все продолжается, и там всегда были культурно-досуговые мероприятия, проходили в виде танцев. Самое первое, что парк потеряет и город потеряет, это 10 стационарных аттракционов, которые находятся в этом саду. — Ну, слушайте, давайте признаем, что состояние этих аттракционов оставляет желать лучшего. — И машинки? — Те самые. А зимой там еще каток заливали, по-моему. — Да, и каток был в 2014-м, по-моему, году признан одним из лучших городов по опросу ПАИ. — Ну ладно, но аттракционы, они старые, давайте так. — Ну, смотрите, давайте так, да, аттракционы, они старые, но они есть, они работоспособные. Аттракционы, они как бы или годны, или негодны. Они проходят ежегодное техническое освидетельствование. — Так, хорошо, аттракционы вы поняли, что еще? У нас просто не очень много времени. — Каток, аттракционы и досуг, в том числе, ну, различных категорий граждан, различных возрастных групп. — А известно, куда это все денется? — Ну вот, куда? — Новая точка дислокации таблетки есть какая-то уже? — Ну, хотя бы аттракционов, да? Я за машинки переживаю теперь. А сотрудники будут уволены, кстати, аттракционов? — Ну, насколько я понимаю, есть план сотрудников сохранить, но дело в том, что муниципальное предприятие находится на полном самофинансировании. — Зарабатывать нужно будет. — Да, и наше муниципальное предприятие, а не копейки, бюджетные деньги... — Я стесняюсь спросить, а в детский парк тоже будут брать плату, раз вам нужны будут деньги за вход? — Нет, за вход никогда денег никто не брал. Брали за предоставление услуг. — Да, да. — Да, то есть взаимовыгодное сотрудничество. Мы предоставляем услугу качественную, иначе бы к нам люди не пошли. — Но батут это запретили в детском парке, по-моему. — Ну... — С чего зарабатывать, непонятно. — Евгений Васильевич, я так понимаю, еще само муниципальное предприятие находится в стадии объединения, да, и будет полициональное предприятие «Парки и ярмарки», оно будет называться, «Города Пскова», вот это интересно. И, я так понимаю, срок вашего контракта тоже истекает, и вы не будете уже в этой должности. — Да, совершенно верно. — Ну что ж, спасибо большое, Евгений Шелемба. Но будем надеяться, что все-таки администрация города сможет найти места, где и будет и пенсионерам хорошо, и можно будет обустроить каток нормальный, и аттракционы, а вось новые появятся где-нибудь еще. — Да, вы же смотрите каток. — Но самое главное — театр «Куклу», чтобы театру было тоже неплохо, потому что в доме Батова, где он сейчас находится, ну, мне нравится это место. Понятно, что это бывшая церковь, но как-то так я привык. Ну, возможно, но не знаю, люди привыкли. — Мне тоже нравится, это константа города. — Ну, кстати, по моим сведениям, завтра будет заседание, и будет принято решение по поводу того, что в этом году будет разработан проект «Смертная документация» на реконструкцию таблетки, потому что многие говорят, что ее снесут. Пока обсуждается вопрос о реконструкции, а в следующем году, может быть, уже начнутся сами работы. — Ну, смотрите, по поводу, быстренько еще пару слов по поводу переноса театра. Я думаю, что переносить его надо именно на таблетку, потому что там есть у нас какие-то аттракционы, да, есть парк, где погулять с детьми. А сейчас, когда строится Кампус КовГУ, ты просто не подъедешь с детьми, не подойдешь к этому театру. — Ну, возможно. — Там у другой транспортная доступность. — С другой стороны катаешься на машинке, смотришь спектакль, тоже удобно. — Давайте дальше тогда. — Переходим, ребят, в следующая тема. — И следующая рубрика. — Традиционная. — Вести с полей. — Итак, наша традиционная рубрика «Вести с полей». Рассказываем, что интересного пишут местная пресса районная. Итак, Невельский вестник на этой неделе, в понедельник появилась новость, в рамках дружбы и сотрудничества, называется она так, глава Невельского района Олег Майоров в ходе рабочей поездки в Дедовический район передал от отряда юнормейцев Невельского района дедовическим юнормейцам подарок. Корзину орехов как символ крепости и твердости духа. — Ну а корзина кешью никому не мешала. — А мы в корзину гороха привезти. — Это грецкие орехи цельные. Ребят, у меня к вам вопрос, что еще символизирует крепость духа и твердость? — Ну, грецкий орех хорош для мозговой деятельности. — Допустим. — Это мне бабушка говорила. — Вот. — Что смеетесь? Вообще хорошее дело. — Нет, подарок — да, но вот символ крепости грецкий орех — это, конечно, сто процентов символ. — А какой еще ты можешь предложить символ крепости, кроме грецкого ореха? — Есть варианты? — Ну, я вот у вас спрашиваю. — Я за грецкий орех, как и Олег Майоров. — Русский же, как и Олег Майами. Давайте дальше, следующая новость. — Островские вести. Я предлагаю прочитать. Более двух тысяч человек уже приняли участие в голосовании за участниц конкурса «Мисс Остров-2020». — Это сильно. — Остров, конечно, хотелось бы поинтереснее, но, тем не менее, город-остров тоже заслуживают. — А население острова... — А, это в голосовании, я думаю, участниц уже. — 2020 — это население острова. — А, да? Я просто был две тысячи участников уже там. — А участницы ранее представили свои визитные карточки, объяснив, почему они достойны титула. Самые красивые девушки города создали творческие презентации на тему «Я буду помнить всегда», посвященной 75-летию Победы. Патриотический конкурс, кстати. — Приготовили свои любимые блюда и показали юмористические вайн-виде. Что это такое вайны? — Вайн — это короткое видео. — Да. — Покажи мне свои вайны, это... — Я скажу, кто ты. — Прилично, да. — Это так можно говорить. — Слушайте, но на самом деле вот эти конкурсы приобретают все больше и больше современности. Вот вайн-видео, да, для меня... — Я бы посмотрел, в принципе, на вайн-видео, которое делают в острове, вот, а особенно если это делают девушки... — Ты можешь посмотреть, потому что конкурс идет в режиме онлайн. Можно зайти на сайт и еще посмотреть. — Мне даже не надо ехать в остров. — Конечно. — Серьезно. — Все доступно. — Да, давайте, Саш, следующая новость специально для тебя в стихах опубликована в газете. — Пустошка? — Вперед. — Вперед, Пустошка. Ну что сказать вам, пустошане, синоптики шутить не станут. Коль обещали ливни, знать придут. Одной природе ведом их маршрут. А пока, что вторник начинался интересней, решили и вас порадовать мы песней. Про самолетик Шуба-Дуба поет любимая в Пустошке группа «Люба». — И, друзья, я... — Подождите, это новость в газете? — Да, это вот такой стишок. Вот такой вот решили опубликовать стишок. И я вам скажу. Кстати, я прочитал, вычитал это не в самой газете, а в группе в социальной сети ВКонтакте. И, казалось бы, да, в конце должна пойти, ну, песня группы «Люба». А знаете, что после этого стиха? Ничего, следующая новость. — Не, подождите. Вообще, я могу сказать, что газете «Вперед!» нужно брать пример с газеты «Ревдинский рабочий», которая славит своими заголовками в рифму. Очень такими точными. И все пиарщики сейчас... — Слово к новости? — Возможно. Неизвестно, что дальше. — А новость сама... — Ну, слушайте, я хочу услышать группу «Люба». Очень интересно. — Может быть, «Любе»? — Ну, кто знает. — Кто знает. — Может быть. И, слушайте, у нас остается не так много времени, друзья. Я предлагаю поговорить о том... — А может, чуть-чуть песенку? — Чуть-чуть песенку. — Чуть-чуть песенку. — У нас же очень много всего, чего ожидает. — Очень много. — А ты еще успеешь. Люди не узнают. — Друзья мои, давайте мы чуть-чуть бы ставим вам песенку. Просто я хотел поговорить о том, что... — Нашу традиционную... В традиционной рубрике у нас есть песня, да? — Эту песню «Не задушь, не убьешь» рубрика наша так называется. — Эту песню «Не задушь, не убьешь» — Не убьешь, не убьешь, не убьешь. — Вот, она зазвучала. — Мы все успеем, Игорь, не волнуйся. Дело в том, что... Ну, я не мог пройти мимо этой новости. Сегодня отмечается Всемирный день уфолога или день НЛО. — Как же вам праздновать? — 2 июля. — С праздником, дорогие друзья. — Дорогие уфологи. — Да, кто нас слушает? — Вот, и поэтому мы, конечно, решили сегодня поставить вот этот трек группы ППК. — Да. — Перезагрузка. — Кто-нибудь из вас видел НЛО, Кагнат? Я видел. — Если я слушаю эту песню, — Моя мама говорит, что видела. — Так, а ты... — Я, закрываю глаза, и под эту песню вижу НЛО в разных цветах вообще. — Давайте предоставим сделать это нашим слушателям. — Да. — Прекрасно. — Я закрыл глаза. — Увидел НЛО? — Открывай, продолжаем. — Шар, висящий над аэропортом Великих Луг. — Мне кажется, я увидел. — Это фестиваль «Духоплаватели» подожди. — Я так просто отвернулся, когда мама и другие люди ехали в автобусе и говорили, что это, что это, что это. А я не увидел. Представляете? Потеря на всю жизнь. — А ты потом... — Друзья, давайте расскажем о том, чем заняться на выходных. Главное, мы уже обсудили, что открылись музеи. — Игорь, пожалуйста, ходите в музей, там очень круто. Если не знаете, в какой музей пойти, обязательно посмотрите в субботу на «Россия-1» в 8.10 утра, передача «Тур на двоих» в Печорский район. — А полный вариант ее выйдет на «Россия-24» в воскресенье в 13.25. — Да. — Да, там 35 минут увлекательного рассказа о том... — Игорь, Салин и Чабан все вам расскажут. — Да? — Про Печору, да? — Про Печорский район целиком. Про Ключ Кипун, про который ты меня спрашивал. — Игорь поймал рыбу, наконец-то. — Я поймал рыбу, я видел все, в общем, видел все, что есть в Печорском районе, и вам обязательно расскажем еще раз «Россия-1» в 8.10. — Ну давай напомним, что 5 июля в Сибирском районе проведет «Курган дружбы». — Обязательно, важно, важно, да. — И, я так понимаю, он будет разрешен, туда можно доехать. — Возможно. Всю информацию можно будет найти в интернете, все подробное. — Главное, не забудьте про эту дату. — Да, главное, не забудьте, это будет воскресенье. Что ж, друзья... — А завтра будет пятница, а через неделю мы с вами обязательно встретимся и опять обсудим главные события в следующей неделе. — Да, всем хорошего вечера, всем пока. — Пока-пока. — Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok